История Злачевского – это сразу несколько эпизодов, где фигурируют большие деньги и обещания чиновников посадить бывшего министра. Начнем с июля 2016 года. Тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что холдинг Николая Злачевского «Бурисма» и, в частности, его компания «Эско Север» причастны к воровству украинского газа на 40 миллионов долларов. Вопросы к Злачевскому были всегда. Надо изучить работу ряда фиктивных компаний. У нас есть полные основания готовить подозрения к должностным лицам «Эско Север». Директор этой компании и его менеджмент, безусловно, будут отвечать за свои поступки. Но спустя полгода Николай Злачевский так и не наказан. Украинские независимые журналисты и общественные активисты утверждают, генпрокуратура выступает скорее защитником бывшего министра, чем обвинителем. Часть денег Злачевского хранилась в британских банках. МВД Великобритании открыла в отношении него уголовное производство. Однако арестованные деньги в Украину так и не вернулись, говорит депутат Сергей Лещенко до получения мандата, занимавшийся журналистскими расследованиями. Когда в конце 2014 года в Англии пришло время судебного заседания по дальнейшей судьбе этих денег, генпрокуратура Украины ответила на запрос адвоката Злачевского. В ответе говорилось, что на тот момент Злачевский ни в чем не обвинялся. Адвокаты взяли и отправили это письмо в британский суд, который после этого разблокировал миллионы Злачевского и закрыл дело против него. После этого подозрения Злачевскому выносят украинские прокуроры. Но Печерский суд Киева, опираясь на решение британцев, дело закрывает. Генеральная прокуратура решила сделать очень хитрый трюк. Параллельно с незаконным обогащением Злачевского они начали расследовать неуплату налогов. То есть произошла подмена аргументов. Мол, Злачевский все налоги заплатил, у нас против него нет никаких доказательств. Виноватым в неуплате налогов признали главного бухгалтера компании Злачевского. После выплаты компенсации Печерский суд и это дело закрыл. Настает время для второго эпизода. Холдинг Злачевского фигурирует в тендере. Крупнейшее в Украине месторождение газо-юзовское продали неизвестные компании, которые, судя по расследованию журналистов издания «Наши деньги», может быть связаны с соратниками президента Петра Порошенко. Этой сделкой заинтересовались даже в парламенте. Из общения с третьей компанией, которая участвовала в тендере, выяснилось, что их якобы использовали для отмывания тендера. Кроме того, здание «Украинская правда» публиковало фотографию встречи Злачевского в Вене с близким к президенту депутатом Игорем Каноненко, который, как утверждают журналисты-расследователи, может влиять на газовый рынок Украины. Прокуратура же, по словам юристов Центра по противодействию коррупции, особой активности в расследовании нового дела Злачевского не проявляет. Если проследить по реестру судебных решений, Генпрокуратура опять квалифицирует дело как неуплату налогов. Фактически, все опять закончится каким-то бухгалтером, который заплатит компенсацию в госбюджет и все. Ни Злачевский, ни Каноненко на наши звонки не ответили. Позиции Генпрокуратуры также узнать не удалось. Ответов на наши запросы не последовало. Сам Злачевский продолжает находиться за границей. Юлия Двоз, Юрий Комаров, Настоящее время.